Повторная игра против Атлантов принесла еще больше положительных эмоций. На этот раз подопечные Вячеслава Рьянова позволили себе расслабиться лишь однажды. Чайка пропустила единственную шайбу в первой половине третьего периода. Зато сами автозаводцы накидали соперникам пять голов. На 14-й минуте счет в матче открыл Андрей Панчук, а в середине периода под номером два его почин продолжил Дмитрий Пашков. С той лишь разницей, что 29-й номер белосиних отличился при розыгрыше лишнего. Причем и этого гостям показалось мало, и уже через 39 секунд голкиперу Атлантов снова пришлось доставать шайбу из ворот. Здесь автором гола выступил Никита Томилов. Но основные события этой встречи случились в третьем периоде. Именно там на 46-й минуте хозяева льда сумели одну шайбу отквитать. Но автозаводцы словно не заметили этого укола, а Сергей Жилов в цветах чайки повторил свой успех первого матча между этими соперниками. Снова заработал два очка с той лишь разницей, что если днем ранее он отметился одним голом и одной передачей, то в этот раз на пасы он размениваться не стал и дважды заставил капитулировать в вратаре Атлантов. Для этого ему понадобилось всего 73 отдельно взятых секунды. 5-1 крупная победа чайки, и она особенно важна за две недели до окончания регулярки МХЛ, когда многие команды продолжают борьбу за попадание в восьмерку сильнейших. Нижегородская молодежка на данный момент еще не гарантировала себе выход в плей-офф. В активе автозаводцев 86 очков и текущее седьмое место в западной конференции.